Парлеву франце и дую спик инглиш тут не услышишь, но за пару месяцев на просторах необъятной, копытной и так успели обрусеть. Берримор, например, уже стал борей, а к девушкам, как и принято на Кавказе, надо подходить с букетом, то есть с соломой. На камеру бараны и овцы работают раскрепощенно, но привезли их на Ставрополье не за фото и видеогеничность. В полгода они уже достигают до 40-44 килограмм в весе. Для сравнения, привычная карачаевская порода хорошо, если за год 15 килограммов наберет. Все потому, что на юге России исторический упор делали на шорстных овец. А вот, например, французская шарале куда крупнее кавказского родственника. Самцы не меньше центнера веса. Наша задача, которую мы поставили перед собой, это улучшить мясные качества местных пород овец с дальнейшим покрытием теми овцами, которые привезены из-за рубежа. Дело в том, что баранина на сегодняшний день как эксклюзив, насколько мы знаем. Поэтому перспективы очень большие. И для людей, для овцеводов, хотелось бы дать им правильную экономику в этом всем, чтобы люди были заинтересованы в этой работе. Животные здесь молодые от года до двух, но попутешествовать успели уже порядочно. В начале сентября самолетом из Европы в Подмосковье. Там на месяц на карантин. А потом опять в путь, но уже к нам на Ставрополье. Так, не ругайся. На Ставрополье. И снова 30-дневный карантин. Тут животные осваиваются, привыкают к нашим условиям и проходят все необходимые ветеринарные проверки. Бараны-производители дадут биоматериал, которым потом будут осеменять ставропольских животных. Овец же холдинг Домоте привез для сохранения чистоты иностранных пород. Любопытно, что срока годности у семени по сути нет. Для дальних путешествий его замораживают в лаборатории, что находится здесь же на опытной станции. Практически в жидком азоте эта биопродукция может храниться бесконечно. У нас есть опыт 73-го года. Мы тогда работали, получали. И мы можем сегодня достать биопродукцию, обработать соответствующим образом, осеменить и получить от тех баранов потомство. Надо, чтобы эти овцы ягнились каждый месяц, чтобы в течение всего года мы получали, чтобы мы насыщали рынок молодой бараниной, соответственно. А для этого нужны новые породы. Приносить пользу краевым овцеводам копытная молодежь начнет уже совсем скоро. Работы стартуют до конца этого месяца. В 2020 году мы в июле месяце уже должны получить результат в части приплода, в части продуктивности, энергии роста и сохранности поголовья. Будут задействованы все крестьянско-фермерские хозяйства, потому что это очень интересный проект с точки зрения экономики. Будут задействованы племенные хозяйства в этой работе. Поэтому это то, что в принципе может изменить структуру производства мяса баранина в нашем крае. Более 30 тысяч рабочих мест мы можем обеспечить за счет этой программы. Кроме внутреннего рынка, баранину край будет экспортировать и на Ближний Восток. Новые гибриды позволят решить проблему сезонности приплода, который теперь станет регулярным вместе с поставками. А на зарубежных, а по большому счету уже ставропольских овец, посмотрели Никита Шишков и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.